Мы привыкли, что вопросы доступной среды обсуждаются только в контексте людей с ограниченными возможностями здоровья. Действительно, эта тема в первую очередь относится к ним, но актуальна она и для всех жителей. Передвижение мам с колясками людей пожилого возраста не должно быть затруднено бордюрами, узкими дверными проемами и отсутствием лифтов. Что делается в Славянском районе для того, чтобы город и поселение были действительно комфортны для всех, обсудили на заседании Совета по делам инвалидов. Больницы, образовательные учреждения и другие социально значимые объекты, магазины, остановки, дороги и тротуары должны быть общедоступны. Таково требование времени. Выявлять проблемные места в этом направлении с 2012 года призвано Управление социальной защиты населения. В этом вопросе управление работает в тесном взаимодействии с главами поселений муниципалитета и представителями общественных организаций. Составленные ими рекомендации по обеспечению доступности ложатся в основу паспорта доступности объекта, который содержит рекомендации по тому, чтобы то или иное учреждение стало действительно доступным. Итоги работы в 2018 году радуют, отметила начальник Управления социальной защиты населения Марина Соломатина. Из 380 объектов, включенных в реестр приоритетах, 339 признало доступность, что составляет 90%. По сравнению с 2017 годом количество социальных объектов, которым обеспечен доступ людям с ограниченными возможностями, увеличилось на 10%. Это учреждения образования, спорта, торговли, павильоны, ожидания транспортно-пешеходные переходы. Большую материальную помощь при создании доступных объектов поселения района получают по краевым программам. За три года участия в них в муниципалитете доступными стали 59 объектов. В том числе объекты дорожно-транспортной инфраструктуры, образования, культуры, физической культуры и спорта. Это спортивные объекты. Тут огромная работа проведена. Это на 100%. Все доступно, все хорошо. И там, где этот путь, все сложно, все бассейн, и олимпийцы видят, где такое самое массовое посещение. И, кстати, очень здорово смотрится в бассейне. Благодаря такому подходу в Славянском районе активно развивается адаптивный спорт. Наши спортсмены-паралимпийцы добиваются успехов на российской арене и ведут полноценную жизнь, не страдая от социальной изоляции. В рамках проводимой работы доступными стали межпоселенческая библиотека, 17-я школа города, 2-й детский сад, Славянский электротехнологический техникум, в котором теперь люди с проблемами опорно-двигательного аппарата могут не только обучаться, но и комфортно проживать в общежитии. Сегодня в районе строится много социальных объектов. И уже на этапе их проектирования Управление соцзащиты принимает самое активное участие. Вопросы доступности были учтены при строительстве ФАПа в Славянске-на-Кубани, новой школы города и спортивного комплекса «Олимп» в станице Анастасиевской. Если в социальных объектах тенденция к общедоступности уже просматривается хорошо, то многим частным торговым объектам этот вопрос предстоит еще поднять и постепенно менять свой облик. Не из-за обязанности, а из-за того, что комфорт для передвижения людей – вопрос прибыльности бизнеса. Если даже что-то строится, если что-то реконструируется, делается пешеходный переход, то строители уже должны понимать, они не должны думать уже о какой-то доступной среде, да, они должны понимать, что на переходах должны быть плитки вот эти ведущие, потому что люди идут и ногами это слышат. Но должен быть снижен бордюрный камень. Мы должны с вами пройти, мы должны с вами проехать. В целом же жизненное пространство для всех категорий граждан района становится более комфортным. В 2018 году по сравнению с 2017 муниципалитет и количество доступных социально значимых объектов увеличилось на 10%. И эта работа не завершается, ведь адаптировать к требованиям 21 века предстоит еще не одно здание, построенное в прошлом. Мария Климова, Игорь Ванчугов, Константин Монстыренко, программа «События».